Всем привет, дорогие друзья! С вами Денис Тушинский. И сегодня я нахожусь на днях открытых дверей корпоративного университета транспортного комплекса. Нам покажут, как стать машинистом электропоездов метром, расскажут, сколько машинист зарабатывает, сколько получает зарплату, а также расскажут об учении и все таково прочего. Так что, ребят, не забывайте ставить лайки под это видео и подписывайтесь на мой канал. А мы с вами продолжаем. Я очень рада вас приветствовать. Я сейчас представлюсь. Меня зовут Ольга Новикова. Я начальник центра фонфалиндации. Работаю в Московском митрополитене уже 8 лет. Очень этим горжусь. Очень свою работу люблю. И сегодня максимально подробно постараемся вам рассказать на дне открытых дверей. И, кстати, первым дне открытых дверей, которые мы проводим, вы в каком-то смысле счастливчики. Вам повезло попасть на первый день открытых дверей, который организует корпоративный университет. Расскажем вам подробно все о профессии машинистка электропоезда Московского митрополитена. Я вижу среди вас очень много юных наших потенциальных работников. Ну, наверное, так в процентном соотношении, в процентном 30-40, точно у нас, ребят, да, юного такого возраста. Ребят, поднимитесь всем, пожалуйста, со своих мест. Я на вас посмотрю. Какой еще нет, 18-ти. Давайте так. Вот вам я сейчас говорю. Очень классно я вду в центре профориентации, но то, что сегодня сюда пришли тоже большие молодцы. Это значит, что специально у нас будет в центре. Встретавливайтесь. Значит, смотрите, вы сегодняшнюю информацию слушайте внимательно, запоминайте, но на будущее. Остальные, уважаемые люди старшегося в нас, и вас уж я, пожалуй, не буду поднимать с ваших мест. Да. Вы слушайте внимательно, потому что в ближайшей перспективе вы можете получить хорошую, стабильную, высокооплачиваемую работу. И я продолжаю не затягивать. Начинаю. Кстати говоря, давайте я вас познакомлю с директором корпоративного университета. Она сейчас скромненько стоит в дверях. Итак, давайте познакомимся с директором корпоративного Ну и с вашего благословения мы, пожалуй, начнем. Итак, можно забыть? С Екатериной Анатольевной я вас уже познакомила и застала время познакомить вас, наверное, с начальником Московского митрополитета. Ну, а Виктор Николаевич, у нас человек очень занятой, к сожалению, сегодня он на его мероприятие не приехал, но вот есть его фотография на слайде. Я считаю, что страна должна знать своих героев, так же, как любой, даже потенциальный работник Московского митрополитена, должен знать лицо его начальника. Виктор Николаевич Козловский, начальник губ Московского митрополитена. Так вот, рассказывая про митрополитен, нельзя не упомянуть о цифрах, которыми мы поистине, действительно, я считаю, заслуженно гордимся. Нам есть чем покраситься. Вот на слайде вы видите, да, что у нас 21 электродепо. Кто знает сейчас, наверное, наши юноши ответят, какое депо последнее у нас открылось? Какое самое? Все, правильно, молодцы. 258 станций, 16 линий. Как вы знаете, не так давно, да, в конце февраля, а, ой, что ж, как я и говорю, в начале марта, в первый день весны мы запустили нашу ПКЛ, да, самую большую кольцевую линию. И мы сейчас еще и едем гордимся. Все слышим, да, два сердца у одной столицы, вот этот слоган, 670 километров протяженность линий. Кто-нибудь знает, до какого города можно ехать 600 километров? Санкт-Петербург. Рязань, Санкт-Петербург, там 730, там еще, Воронеж, Минск, да, вот представляете, если всю протяженность наших линий сложить, то можно доехать, ну, давайте до Минска или до Воронежа, с вами могли бы доехать на метро, но катаемся в Москве, где-то уже в область мы едем, да, на метро. О чем это говорит? Как вы считаете, метро интенсивно растет? Да. Это факт. А как вы считаете, если метро интенсивно растет, увеличивается ли штат? Да. Естественно. А вот я в начале выступления своего вам сказала, что я пришла работать в метро 8 лет назад. Как вы думаете, сколько человек тогда работало в Московском метропорте? Сколько тысяч человек работало в метро на тот момент? 2015 год. У кого какие варианты? Сорок тысяч. Сорок тысяч. И еще варианты? Сорок тысяч. Это вопрос. Пять тысяч человек, так. Сто тысяч. Сто тысяч. Ну давайте последнее предположение. Тридцать пять. Тридцать пять. Это вы потому что метро в тридцать пятом не готовы открыться? Нет? Но на самом деле были варианты близкие к правильному ответу. Пятьдесят пять тысяч человек на тот момент в 2015 году работали в Московском метро. Прошло восемь лет. И как вы думаете? Здесь нет подсказки. Специально ее здесь нет. Сколько сейчас человек работает в Московском метропорте? Шестьдесят пять тысяч. Еще варианты? Семьдесят семь. Восемьдесят тысяч. Восемьдесят тысяч. Восемьдесят тысяч. Восемьдесят тысяч. Ну давайте так. Больше шестидесяти восьми тысяч человек работает на сегодняшний момент в Московском метрополитене. То есть мы с вами видим, что за восемь лет такое, ну как бы я считаю, достаточно существенное количество сотрудников к нам присоединилось командой. О чем это говорит? Ну прежде всего я считаю, что это говорит, если увеличивается штат сотрудников, то понятно растет метрополитен. Открываются новые участки линий, да, консультации открываемые новые. Но прежде всего я считаю, что это говорит о том, что действительно московский метрополитен – это очень надежный работодатель, которому люди доверяют, который в разные периоды, я не буду сейчас подожнять такие, да, которые в нашей стране и в мире происходили, не потерял своих сотрудников, никого не уволил и стабильно обеспечивал как работу, как обслуживание пассажиров, так и оплату труда. Поэтому меня никто не переубедит в том, что московский метрополитен и вообще, в принципе, московский транспорт – это самый крупный, поистине надежный работодатель в городе Москва. 8,5 миллионов пассажиропоток у нас в день. Это в среднем, да, мы не берем с вами выходные или праздничные дни, такие как, например, 9 мая, да, или новогодние праздники, тогда, конечно же, пассажиропоток в эти дни гораздо существеннее. Но вот с этим пассажиропотоком 8,5 миллионов человек в сутки, в день мы справляемся и справляемся уже достаточно стабильно, очень многое количество лет. Чем, конечно же, мы тоже гордимся. Ну, понятно, что этот пассажиропоток, как бы, с ним справляются не только машинисты, да, нужно понимать, что в московском метрополитене огромное количество служб, которые между собой взаимодействия обеспечивают в целом вот эту бесперебойную хорошую работу. А 40 километров в час средняя скорость, да? Замечали когда-нибудь, ну, мне кажется, это по моим ощущениям, вот раньше, лет 20 назад, когда мы ехали в метро, было такое ощущение, что мы в тоннеле прямо несемся, как будто бы сейчас залетим. Было такое? Да. А сейчас есть такое? Нет. Нет, сейчас ощущение, что как будто бы мы едем помедленнее, да? А вы понимаете, с чем это связано? Новые составы, конечно, они сейчас стали более комфортными, и мы сегодня тоже об этом с вами поговорим. Я предлагаю сейчас переключить слайд и поговорить о профессии машиниста. Я сейчас хочу пригласить ко мне сюда моих коллег, машинистов-инструкторов. Они будут сегодня вместе со мной проводить эту презентацию. Владимир Максим, поприветствую вас. И сегодня у вас появится эксклюзивная возможность, дорогие мои, не мне задать вопросы, да, не мне, не начальнику центра профориентации, а настоящим машинистам, инструкторам, которые, ну, да, можно сказать, когда-то просто были машинистами, сейчас они машинисты-инструкторы, они вам объясняют, в чем разница. Объясняют? Конечно. Объясняют. Все. Прекрасно. И вы им сегодня зададите все свои вопросы об этой профессии, они вам честно, как на духу, расскажут. Все плюсы, все минусы, я не просто так об этом говорю. Естественно, мы должны с вами понимать, что в любой работе есть и плюсы, и минусы. Но, на мой взгляд, плюсов больше, но мы до этого дойдем. Так вот, о профессии машиниста. Кандидат в машинисты должен быть 100% здоров. Здесь такой, знаете, сразу вопросик у меня лично возникает. Ну, как бы, 100% здоровье – это понятие относительное. Согласитесь. Но не бывает полностью здоровых людей. Так? Так. Не бывает. А что входит в это понятие? Дорогие машинисты-инструкторы, расскажите, пожалуйста. Кандидат должен быть зрение. Самое главное – это зрение 100%. В это и входит в это здоровье на 100%. Также сердце, давление перед сменой. Вы всегда проходите медкомиссию перед лестницей. У вас имеют ваше давление. Слух. Слух тоже очень важный. Слух тоже у вас в лужке 100%. Это самые основные критерии, когда вы увидите медкомиссию перед лестницей. Спина, если понять, сколиоз у человека. Пройдет? Да. Пройдет. То есть главное – это зрение, слух. Слух. Сердце крепкое, да? Ну, почти как у космонавтов. Вот, поэтому я видела то, что сказали про зрение. Вот та прекрасная леди, юная, сняла даже очки солнечные в этот момент. Наверное, задумывала со зрением. Так вот, да, действительно, если у вас плохое зрение, да, то вам стоит рассмотреть другую, какую-то иную профессию московского метрополитена, либо другую профессию в транспортом комплексе. Потому что нужно тут тоже понимать, да, что у нас огромное количество разных вакансий. Мы не только машинистов набираем. Есть и дежурные, и операторы, и служба безопасности. Ну, в общем, разные профессии есть. Поэтому, если вы хотите работать в транспортом комплексе, но вы не прошли медкомиссию как потенциальный будущий машинист, не надо расстраиваться, вам предложат огромное количество других вакансий, которые вам тоже могут быть интересны. Так вот, дальше, военные обязаны. А все мужчины старше 18 лет у нас военные из присутствующих? Все? Прекрасно. Тогда они будут на это восстанавливаться, а нашим юношам до 18 лет мы тогда даем совет. Вам нужно быть, ребята, военно-обязанными. Если вы хотите, обладая идеальным зрением, слухом и так далее, да, работать с мужчинами. Дальше. С образованием ниже среднего. Тут многие путаются на самом деле. Это колледж какой-то надо сначала закончить. Нет. Вам главное закончить 11 классов. В школе отучились, получили аттестат о среднем образовании, да. И дальше уже можно, если вам на этот момент исполнилось 18 лет, приходить к нам в корпоративный университет и получать профессию машиниста электропоезда. Дальше давайте. Ну, тут понятно, да, на этом слайде написано, машинист электропоезда управляет подземным метросоставом, доставляет пассажиров от станции в станции вовремя и безопасно. Этому учат нас в университете. Ну, а в метро, конечно, тоже это научат. Школу жизни вы тут тоже, конечно, пройдете, не без этого. Но основную профессию машиниста электропоезда, конечно, надо понимать, вы будете получать вот здесь, в корпоративном университете Краснодарского области. Как же проходят обучения в нашем университете? Ну, понятное дело, да, по адресу Варшавское шоссе 93, где вы сейчас как раз присутствует, на время обучения вам выплачивается стипендия. Обучение делится на разные этапы. Всего суммарно оно составляет 5 месяцев у вас займет это обучение. И все 5 месяцев вы будете получать стипендию 40 тысяч рублей без вычета налогов, 14%. Сейчас кто-то из вас задастся вопросом, почему 14, а не 13? Вы, да, уже задались по вопросам? Я уже знаю, я уже знаю, да, все вопросы я уже знаю наперед. 14% это для тех, кто вступит в профсоюз корпоративного университета. Но выламывать руки вам никто не будет, заставляя вас вступать в этот профсоюз, и если вы не желаете этого делать, с вас будет минус 12%. От этого вы тут, пожалуйста, успокоены. Но опять же здесь я говорю, я всех всегда призываю в профсоюз наш вступать. Почему? Это мы уже будем рассказывать, когда вы уже, ну так, вы дойдете до момента, когда вы придете к нам на учебу. Мы вам подробно расскажем, что дает наш профсоюз. Но я сейчас пока скажу, что на самом деле профсоюз у нас очень сильный в Митропольцене, и он реально многое дает. Вот мужчины, культуры, я говорю, он это откивает. Дальше, обучение по рабочим дням у нас продолжается с 9 часов утра до 4 часов дня. После этого, подождите, пока я обратно, после этого вы свободны, казалось бы, но вы свободны только после того, как отучились пары. Я не скрываю, я вообще здесь сейчас не для того, чтобы говорить вам чистую правду, поверьте мне. Не для того вас собрали, чтобы вас тут обманут. Учиться придется много. То есть не будет такого, что вы отсидели с 9 до 16 и пошли гулять в парк. Нет, может быть, конечно, и будет. Тогда ночью вам придется учиться, дети, аспекты, материалы, которые были получены вами за день за учебный. Потому что действительно объем информации вы будете получать очень большой. И те, кто у нас уже в школе не учится, вам придется вспомнить школьные прекрасные годы, когда вы после учебы сидели дома, учили уроки. Здесь такое тоже будет. Но правда временно, 5 месяцев, это все продлится. Давайте дальше. Следующий слайд. Итак, обучение наше, вообще весь этот процесс обучения, он делится на этапы. Он проходит по этапу, составляет суммарно 5 месяцев, чуть не сказала 10. И самое что, чуть не стало. Так вот, в принципе, здесь вот она вся схема. Кстати говоря, да, я вижу, что кто-то фотографирует. Фотографировать слайды можно, они не засекречены. Поэтому, если вы хотите какую-то информацию себе оставить, то я не буду этому участвовать. Фотографируйте, пожалуйста, презентацию на просите. Так вот, на этапе подготовки к зачислению в группу, вы сначала проходите собеседование в ЦПП. Что такое ЦПП? Это центр подбора персонала. Кто-нибудь уже отвечал вопрос? Где они у нас на высоте? На каких станциях? На высоте. Высоте. Высоте, на наборной. Черкизовская. На наборной разделе, да? Все. А я буду на его на выборе. И здесь, в корпоративном университете. Ну и помимо этого, вы всегда можете задать свои вопросы. В чат-бот Александра. Видите, когда я их в чат-бот? Да. Вот, с ней можете общаться, будет вообще круглосуточно. Она вам на все вопросы будет отвечать. Дальше, что у нас? Следующий этап, да? Взять с собой весь пакет документов. Вы видите весь этот пакет документов перед вами на экране. Пособеседовать с машинистом, инструктором, который всегда присутствует в ЦПП. Пройти профотбор с психологом. Это тоже важный момент, да? Никого не хотелось бы обижать, но мы должны быть уверены в том, кого мы зачисляем в группу на обучение. Кому мы будем давать в будущую профессию. Дальше. Получить три направления для сбора справок в ЦПП. Получить квоту на прохождение медкомиссии. То есть, да, мы сначала должны убедиться в том, что вы медкомиссию на этом этапе прошли. Тогда мы зачисляем вас в группу, и вы продолжаете обучение. И после этого вы просто поставьте формировающейся группы, отправляетесь на посадку группы, начинаете свое обучение. Но не сразу. Давайте следующий этап. До обучения я вам уже сказала. Вот оно, да, слева. Да, слева для вас будет. Так вот, оно делится тоже на несколько этапов. Я вижу, что опять кто-то у нас фотографирует. Доставайте, пожалуйста, фотографируйте информацию. Это действительно важно. Начинается у нас первый день со встречи с целью прополитации. Когда вы приезжаете сюда, на выставочку, и мы вам рассказываем все о корпоративной жизни. Она у нас очень богатая, очень интересная. И любой сотрудник метрополитена, не важно, сколько человек проработал в метрополитене, два месяца или десять лет, он может к этим корпоративным программам в нашу программу присоединяться. Это такая достаточно насыщенная программа. Я вам сейчас не буду о ней подробно рассказывать. Об этом, обо всем мы обычно разговариваем с нашими студентами в первый день их начала обучения. Далее мы проводим экскурсию в электродепо. Ну, вам же надо показать, если я в ваших будущих несколько работа. Понятно ли, да? Естественно, вы должны посмотреть, походить, пообщаться с сотрудниками электродепо, позадавать свои вопросы какие-то, да, которые вы еще не задали. И после этого только вы принимаете решение обучаться в корпоративном университете. Начинается оно с теоретической программы, длится один месяц, и вы в этот период будете изучать профессию помощника, машиниста электропоезда. Но помощником по итогу вы не станете. Сейчас нет у нас помощника. То есть вы просто пройдете эту программу. Она входит, и я так считаю, вот это вот мне сейчас мои коллеги подскажут, составляет, ну, такую, ну, это во всяком случае, мне так всегда говорят машинисты, основная база такая, да, когда все только закладывается. Вот помощник машиниста дает понимание в целом, да, а вот уже дальше, которое обучение продолжается, это уже более такое, ну, углубленное, да, когда вы все глубже-глубже копаете, и все больше и больше в этих вопросах разбираетесь. Я правильно говорю? Действительно так. Все правильно. Так, а правильно ли тогда было бы сказать, что вот этот первый месяц обучения в программе помощника машиниста, он не был? Ну, самое сложное, давайте. Ну, наверное, сложный роман в том, что мы уже немножко люди возросли, отмыты читать книжки, какую-то определенную литературу, а здесь все повторяется как будто с этапа школы. Все рассказывается с нуля. Закладываются основы, которые должны знать будущие машинисты электропроизводов. Ну, достаточно просто немножко перебороть. На самом деле программа достаточно интересная, и много чего можно узнать уже на этапе программы помощника машиниста, и это вам поможет очень сильно на следующем этапе, когда вы будете проходить обучение уже на этапе машиниста или программы машиниста электропроизводов. Вы что сказали? Согласен. Хорошо. У меня вот сейчас вопрос возник по ходу. Более же я сказала, что важно, чтобы было среднее образование у наших будущих студентов, которых мы начинаем обучать профессии уже нет. Какие, нет, знания каких школьных дисциплин могут помочь в обучении профессии? Физика. И все? Математика, физика. Технические, темные. Есть у нас здесь явные гуманитарии? Есть? О, прям все физики, математика. Хорошо, не напугали, значит, окей. Так, дальше продолжаем, движемся. После этого вы сдаете два экзамена, это тогда в 4 дня, по профессии помощника машиниста электропроизвода. А какие именно два экзамена? Какие? Экзамены по обогоню, ее поезда, техническая часть поезда, которую мы также должны уже знать основы. И также теоретическая часть, скажем так, правил деэксплуатации поезда, грубо говоря, что все поняли, как правило дорожного движения для водителя. Это инструкция? Инструкция чуть-чуть возле чего-то. ПТ. Да, сначала ПТ, правила технической эксплуатации города Москвы, где-то как основа нашей рамки. Это как библия. А правда, что ее знают? Да. Да? Вы же дорожные знания получите. То есть вы вот сейчас, если я вас попрошу, сможете дать цитату какую-то, куда вы не должны спросить. Ну, какую-нибудь, давайте. Ну, в правиле технической эксплуатации метрополитена по городу Москвы установлены в основные порядки работы работников метрополитена при производстве движений поездов и имени правоработки. Систему сигналов, относящихся к движению поездов, идти к сигнальным приборам, к которым они относятся. Ну, дальше я учусь в долгую, давайте просто немножко непонятно, если вы перечислили изначально. Ну, круто, мне понравилось. Это было цифрово, что мы планировали. Так вот. Это постановление проведено в Москве в 468 годах. Вот, понимаете, он даже штуки воспроизводил. Ударочи ПТ, надо будет знать, готовность к этому. Дальше. После этих экзаменов продолжается обучение в корпоративном университете теористическая программа уже машинист электропоезд. И длится этот этап два месяца. Далее начинается практика в электродепо. Один месяц она продолжается, и наши коллеги сейчас расскажут, что же там практикуют. Ну, в течение месячной практики кандидаты будущего машиниста электропоезда уже основательно практикуют полученные знания за период, когда учились теории в корпоративном университете. Все это производится на практике. Прибегается стажер к действующему машинисту электропоезда, как правило, машинисту первого или во второго класса, которые уже полностью рассказывают и показывают, как все должно происходить. Как правильно приходить подготовленную работу, проходить медицинский осмог перед выступлением, работать на линии, где встретить можно поезд, как это сделать, свой нужный, на определенный включить поезд перед тем, как выйти из электропо на нашу большую улицовую линию. Соответственно, работа на линии, заезды в электропо, сдачи подвижных соцглавов, все это должно делаться правильно и безопасно. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте. На этом этапе есть у вас? Нет. Есть у меня, у меня студент, в столице, в столице, в столице, в столице. В столице, в столице, У меня есть вопрос один. А когда вот заканчивается обучение, то можно сделать выбор, в какой депо идти? Или прямо начать, в какой депо идти? Ну типа... Нет. Вы можете выбрать депо, естественно, как бы вы можете сказать, какое депо для вас интересно в плане добраться до работы, да? То есть вас не будут насильно заставлять, я не знаю, ехать работать в планерное, если вы живете рядом с новой сей. Я в Новогиреевку. Я как раз в Новогиреевку. Я как раз в Новогиреевку. Я хочу. А по поводу коррентера, да. Ну, в любом случае, смотрите, сердцу нежного коррентера вы знаете. Потому что вы не... Ну, вы по фрейде, на самом деле, говорили, сколько с московского метроволитета, да? Сколько что ли? Вот. Вы все наши. Это уже однозначно, как бы... Ну, если не в лицо, то мы фамилии, мы вас знаем. Поэтому... Вот прям вот таких прописанных, каких-то конференциях, насколько я знаю, нет. У нас все на разных правах учились. Да, как же на банус все ждали, ну, на 4 или на 5. То есть на троечку у нас тут не прокат. Вот. Ну, в любом случае, мы с первого курса знаем, что это наш тем. По фрейду. Сейчас я тоже немножко оговорилась, да? И в любом случае, конечно, обучение в колледже московского транспорта, оно не классно, так скажем, дает гарантии того, что вы будете чувствовать себя на работе. Хорошо. Если, конечно, хорошо будет работать, то вы чувствуете. Дальше. Здравствуйте. А жизнь и с аваридой мы уже сказали. Дальше. Экзамены на учение профессии экзамены. Три экзамена. Такие. Помните? Так же, ворота вне. Так, ворота вне. Уже более углубленные. Да? Так же, в ДТН. Наши сосуды и снижения. До конца уже проверяют. Да. Ну, зависит не реально. Ну, понятно. Ну, ее хран-груда это наше. Да, хран-груда, это наше. Что они будут делать, почему? Что? Что они будут делать, что они будут делать? Ну, не в том, свои, а программы. Да, она адаптированная, как бы, что Калитет. Но все равно, даже если, например, человек отработал на железной дороге, машинисту, можно лезть. Такие у нас тоже бывают. Люди, которые... Я вас не слушаю. Ему все равно надо будет переулочивать, каким бы он первоклассным пшеницем на железной дороге не отнимаетесь. Понимаете? Потому что у нас своя специфика, у нас лекбоков это. Железная дорога ПТН, опять же, другое. Оборудование. 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 То есть, Роман, Калитет же... Калитет у вас еще помимо... Оборудование. Да, конечно. Да, да. А ладно, это... На схемку. Что же это? Это все в ХЖД. А, ржите, спросите. Вот вы сказали, электропоезда, вот когда на зеленку выпускаешь, там один тип поездов на ПКЛ, многое, как я вижу. А какое? Потому что мы взяли рай. А то есть, если вы выберете, то по какому? Да. То есть, в каждом году эксплуатировались определенные типы больших составов. Сейчас все сводится к тому, что все электродные полки еще будут ездить на новом типах тяжелого состава. Это Москва 2012, так как уже все уже и по ДСГ, и по большой консистенту, и по Одесскому и по другим видам. Все старые поезда, там, подверные, они все уедут. В Руссии, поезды на модель есть 40-60-60, ну и, скорее всего, остатки шеплитанс тоже был. Ну вот по вашим просмотру, номерные казалось вообще. Вообще? Да. Я думаю, не столько лет, а 10-30. То есть, да, здесь нужно понимать, что замена подвижного состава, обновления, происходит поэтапно. Невозможно сразу для всего Микрополитена закупить эти новые поезда и везде их везти. То есть, это вкладывает такой процесс. Но вот мне коллеги говорили, давали прогнозы, что лет еще 8 не дали у нас победу. Вы говорите несколько лет, ну, поживем. Несколько лет, ну, лет пять, примерно. Лет пять? Ну, пять. Не поспецификация в нашей работе, да, как раз сейчас с унициаловой, шейфоричной, которая также дает шкатеринский сформанский, что в реакции они раз один побольше почти несколько лет. То есть, это достаточно долгий процесс. Долгий процесс. Вот сейчас, когда мы с вами заговорили о подвижных составах, я думаю, что можно сейчас немножко тормозить и задать такой вопрос. Вот вы сколько лет работаете? Пять в половину. Пять в половину. Одно ДПУ. Какая пресса? На каких подвижных составах мы начинаем что-то? на Русичах. Это поезда, которые заплатировались на Арбатко-Покровской. Сокольческая, Арбатко-Покровская. Арбатко-Покровская. Будовская. Сокольческая. Будовская. Сокольческая. Да, вот Исмаил. Сокольческая. По моего вопроса она в другом. А вот Русич. Окей. Не платите. Вот вам два. В чем председательная разница? Кто изменил? Русич. Во-первых, что мы завязываем. Очень удобно с автрофорцем в 2020. Новый дизайн. Красивый подсвечный. Сенсорный управление. Хороший обзор. Ну, наверное, простота из-за этого. То есть все, мы приходим к ОСВГ. Но к такому этапу, где, ну, шлифту, микропоезда уже не надо осуществлять, сжимать, потому что система обучит, обучит. Все минимализировано и достаточно удобно и двигается. Мне, ну, шлифты, рассказывали, что там надо подогрев, но... Подогрев? Подножки. Подогрев. 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 Вы можете в тепломентилятор, кондиционер салонный поулкар, в этом случае... Так, к 40-10, да. Какое-то там выучить самообщение. Втором, какой-то там в общем, всего-всего-всего-всего. Тот, на котором он работает. А может один еще и можно обидеть. Ну, зло-воутик разное. Кто-то, например, на номерах, ему нравится на номерах, кому-то нравится цинкменно по baile. То есть будет можно астретовать. И также на линии если это один тип Составы, они практически в жизни не могут действовать, если они были в кризисе или кодеку, тогда определенному они могут проработать. Спасибо, Погоня. А есть, в принципе, свой состав? Конечно, есть. Делаем его на брелок, если поскорить. Да, конечно, автоматизм на брелок, если мы имеем в связи с определенными составами, есть А6, который помогает, наставляет, подсказывает, обучает. Ну, а вот эти инорады, потому что каждый день нет того, что нужно обучать. То есть брелок свой поиск и по ручкам. Но только в своей смене. Еще вопросы? Можно спросить? А вот может быть такое, что начинающий машинист, он пришел работать на замоскворецкую линию, когда, допустим, еще ходят номерные, но уже началась постепенная замена подвижного состава. Вот машинисту потом, допустим, он уже обучился на номерных, но ему придется переходить на поиск «Москва». Вот как ему говорят? Вы про переобучение? Ну, типа того. На базе электродепон мы пародействующие переручиваем на новые составы. А, что там учат? То есть выделяется новый поиск, собирается группа, человек, комфортная, аудитория. И все, конентально рассказываем о письме. То есть проводится теоретическая часть. Трактическая часть изъезда на конкурс состава у вас. На линию, чтобы каждый раз выдержит его опробу. Ну, соответственно, говорим при ручных занятиях. В зависимости от того, какого состава у вас. То есть для того, кто на номере работал, ему, естественно, чуточку сложнее обучиться на номерах. Чем человеку, который работал на дилетантской номере. Это отличие показать и аварийную. От одного дня до недели. Так, еще вопрос. Насколько часто аварийные ситуации происходят на составы? Невозможные вопросы. Ну, сейчас, которые новые составы, естественно, сильно-сильно режут. Ломаются более старые составы. Новые составы, которые проходят пусть от завода производителя до работы на линии с пассажиром. Они проходят очень большой этап. В подготовке, чтобы принять его нужного состава уже 1-го, 2-го, 2-го, 2-го. Перед этим проводятся определенные этапы подготовки владельцев. Мы принимаем состав в декор. Когда с завода приходит то, что состав приезжает, мы его в декор. Сначала осматриваем, подготавливаем, выкатываем по линии. По линии составы должны пойти не менее 300 км без единого отключения. То есть, вообще, если в течение 300 км, допустим, перегорела лампочка, состав начинает полно вкатку заново. Заново через 100 км без единого отключения. То есть, на линию входят составы уже сильно подготовленные. А по аварийкам также, да? У вас у всех машин там проводы ездят. Ну, чем старше машина, тем, естественно, она стареет. Из нашего? Из нашего, да. Ну, естественно, у нас в электродепо раз в сутки идет ТО состава. Каждые 24 часа состав проходит ТО. При котором мы его полностью осматриваем. А машинисты не для осматривают? Обязательно, да. Перед выездом в ДПО, если подождите. Машинист принимает состав полностью, осматривает его со всех сторон. А что входит, да? В Канабу везет? Нет, в Канабу сейчас мы не лазим. Так было раньше, как на номерах. Он принимает по электричной части состава. Проверяет тормоза, проверяет сбор схемы на ход, на тормоз, открытие оберей, прислоны крючных, да. И после этого осматривает экифажную часть. Ну, состав полностью. Осматривает косоприемники, колесные бары, межмобильные соединения, сцепки. Всю механическую часть. И только после этого составка езжает на метро. Ну давайте последний вопрос. А сейчас это происходит через депо Солнцево. По железной дороге без тормоза. Приезжает состав Солнцево. Солнцево в самом депо его дооборуживают. И после этого мы приезжаем в Женфанель. Да, да. Обычный тяльный бой. Так, давайте... Я вижу, что есть еще вопросы, но у нас еще экскурсия по... Можно вопросы? А погоны надо обязательно носить, да? Что? Погоны надо обязательно носить. Обязательно носить. Надо носить. Продолжение. Понятно. Аварийная ситуация мы не комментируем. Это все вопросы в прессе. Галя, давайте продолжим. Тем более, что машинисты и инструкторы наши никуда не убегут от вас после прессивации. Вы еще сможете... Парни, я вас забыла предупреждение, кстати, да? Вы сможете с ним подойти позадавать все интересующие вопросы, а мы давайте продолжим сейчас. Стажировку, чтобы электродепо после того, как сдали экзамены на получение прописиениста электродепо. Что входит в эту стажировку? В эту стажировку входит уже более подружное изучение электродепо. Более такая углубленная практика. Изучение лимон, технических тренинг, актузаций и локально нормативной группы. То есть это каждый день человек приезжает и окажет работать? Абсолютно верно. Он полноценно работает. То есть в эти два месяца у него есть остатка в машине. Зачем он нужен? По сути, он просто наблюдает за тем, как работает стажок. Ну, он естественно ему подсказывает, где нужно подключиться, где нужно притормозить. Он до конца точно обучает его торможение на станции. Да? У нас тут у нас там есть знак основного первого оборота, такая олень, да? Волосатый, черно-белый. Он должен идеально останавливаться на неё. Он может бег 50 сантиметров до 50 влосок. Представляете? Да? Да. 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 Это заступление с 6 часов утра до 8 часов утра. Дневное – это заступление с 8 часов утра до часа дня. Вечернее заступление с 13.00 до 16.00. И ночное, мы её ещё называем разрывное, заступление с 16.00 до 18.00. После ночного отдыха начало работы с 4.30 до 6.00. Ночные смены оплачиваются по более высокому тарифу. В среднем, мы пишем, указываем на слайде, 5 ночных смен в месяц. Это правда? Обращаемся к первому источнику. Да, это правда. Не обманули. Да, если не комплект, то или предыдущего? Если не комплект, то или предыдущего? Если не комплект, то или предыдущего? Ну, у нас практически не предыдущего. И он полностью, максимум, скажем, выгодный план. Максим еще хватает где-то 10 минут. Максим еще хватает где-то 10 минут. А? Нет, нет, такого нет. Хотя, я думаю, многие с желатей... Режим трудоородок обязаны соблюдать, согласно законодательству, поэтому никто не будет делать какие-то сверх первые работы, ничего такого у нас нет. Все смены объявлены определенным временем в другом послуге. Ну, а если существует какой-то комплект электродыков, где пробки вещей, требуется набор мученистов, или станды по ручке вещей? Ну, требуется набор мученистов. Кто-то должен вводить свой этап для вместо персонала? Требуется набор мученистов на электродыков, так как у нас электрод постоянно увеличивается. На каждую станцию в среднем, скажем так, с путем развитием нужно в порядке большинства машинистов. Но это не говорит о том, что они должны на станции для этого работать. То есть это увеличение партийских вызовов. Увеличение смерти и всего остального. Поэтому, машинисты электрополита нужны всегда. Ну и люди, соответственно, набираются до открытия. Они, вот мы сейчас открылись, да? И вот мы 5 месяцев готовим машинистов. То есть это такое работает. То есть, естественно, мы набираем до... То есть мы работаем на опережение. И опять же, в Московском метрополитене работает более 5 тысяч машинистов. То есть машинисты. Кстати, 25 человек, это 7 человек. Работают на какой линии. Так вот, 5 ночных смен. Но пускай они вас не пугают, что у этих ночных смены. Потому что ночная смена, я считаю, мне кажется, какая-то прикольная, да? В таком плане прикольная. Есть у нас комнаты отдыха локомотивных бригад, да? То есть вы не будете сидеть в поезде ждать 4.30, когда же там уже, когда же можно ехать, да? У машинисты есть возможность отдохнуть перед началом этой утреннии ранней смены в комнате отдыха локомотивных бригад. А что иметь? Паспорт, представляете? Во время работы вы официально будете у вас. Потом вас разбудят, как думаете? Кто? Удельщинца. О, дельщинца, все правильно. Вот сейчас давайте так. Спрашиваем у коллега. Чай сделает? Да, у вас угостят печенье. Печенье, чай. Вообще красота! Так, хорошо, следующий вопрос. Душ катить можно? Да. Душ катить можно. У вас постельное белье будет только ваше, именное подписанное постельное белье. И не так. Вася спит на это белье завтра ветер. На этом постельное белье будете спать только. Вася и батарея. Так, дальше, ну давайте. А у меня вот вопрос. Какой именно график работы? То есть два дня работаешь и два дня выходных? Нет, 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 нет. А можно? Ну так давайте ответим, какой график работы. Как он формируется? Давайте так. График формируется на месяц, нарядчиками соответственно. Но если кто-то ушел, например, машинист может пожалеть на больничный, да? Они с этим много вплавают. Но, вот, здесь в принципе все написано. Заступление с 6 до 8, это не значит, что вы работаете с 6 до 8, да? А в этот промежуток времени вы заступаете на смену. То есть вы можете заступать, например, там в 7 минут 2, да? Ага. Смена у вас будет не более восьми с половиной часов. А можно вопрос? А свой график можно будет выбрать или нет? Ну, есть подстройка. Есть такая вещь, как подстройка. А… Здесь на рожок у вас. Минимум сколько у вас тресетних есть, столько у вас будет выходных. Плюс праздник. Так сложно сказать, только вы отметили, есть нормы числа. Как только вы отрабатываете норму, вам могут дать количество. Если вы идете соответственно по норме, то минимум это 4-5 тонн. А правда, что машинист может, грубо скажем, заказать, попросить, да, подстроить график? Вы можете методолу подстроить сделать, если у кого-то ребенок, его нужно постоянно проводить в одно и то же время. Школу, садику, секцию, вы можете сделать это в сторону. По средам вам давать смену не раньше в 8 утра, например. Вы идете спокойно отводить ребенка и идете на работу. Ну, вообще, вот в целом, да, сейчас только два машинистных инструктора перед нами. Я очень часто работаю, ну, общаюсь по работе с машинистами. И все они всегда говорят, что действительно очень удобный график работы. И ночные смены, они не напрягают абсолютно. Ну, правда, удобный график работы. Так, ладно, идем дальше. Работа, работа и отпуск тоже никто не отменял, да. 42 дня отпуска первые два года. Далее 48 дней. И отпуск делится на две части двое. И отпуск машинистый поезд в так называемую вертушку. Правильно? Да. Что это означает? Давайте решим. Один год вы едете в теплое и холодное время, ну, к примеру, это зима и лето. На следующий год вы идете весна восемь. И так года меняются, соответственно, месяца тоже меняют в тепловой дух. То есть если 48 дней отпуск, мы делим пополам? 24 в январе и 24 в январе. Ну, согласитесь, 24 дня отдохнуть можно, да? За 24 дня восстановиться отдохнуть. И так два раза больше. Я считаю, что и здесь все-то очень даже приятно. Давайте следующий год. Доход. У каждого из него, да? Отдых, 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 отдых. Все понятно. Доход. В метро здесь много уровней системы материальной мотивации, основанной на уровне профессиональной области. Стажи работы и выполнения дополнительных пунктов. И вот мы с вами видим, можете сфотографировать тоже этот слайд. Я не знаю, насколько будет хорошо и четко видно фотографии. Но заработная плата, в принципе, на уровне дохода складывается из нескольких критерий. Уровень квалификации и уровень оплаты труда. Соответственно, смотрите, машинистов первого класса, естественно, сразу к ним встанется. И в принципе, да, класс вы сразу получите. Только вы работали в тот момент, пока у вас не было класса, вы получили третий. С момента, когда встал должность, если вы проходите один год. Один год. То есть вы работали и получили весь класс. Тогда вы сдали экзамен на третий класс. А когда вы получили, ну сдали экзамен на второй класс? Через сколько? Через год. Ну вы прям быстро шли. Если пять с половиной лет вы работаете, и вы уже инструктор, то значит, вот вам, пожалуйста, образец для подражания. Вот так надо работать, вот так нужно стремиться. Потому что я знаю, что есть ученики, которые годами работают с одним и тем же классом. И их вроде как все устраивают. Ну вот, пожалуйста, а вы? Я тебе люблю конкурсы, вы там мне безусловно. Вы конкурсы? Вы победитель конкурса, правда? Какой? Какой? Вы лучше мужчине с конкурсом? Нет, я уже буду. А, вы где-то, и все. Понимаю. Так, второй конкурс. За него Владимир Алексеевич первое место, у меня второе. Ой, проще. Ну хоть один об этом сказал. Слава, да, всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первый класс, 30% надбавка, часовой статус. То есть мы понимаем, да, чем выше класс, тем больше надбавка. И как в моём, ёлка, да, в своей известной песне, всё зависит только от нас. Хотите больше доход, пожалуйста, у нас будет. Вот здесь, например, столет. Не хотите, судите на одном классе, да? Не обучайтесь дальше, не двигайтесь вперёд. Тут уже дело ваше, да? Ну, сейчас, да. Вы же откладываете, я вам тоже посекрету. Дальше. Уровень оплаты места и дополнительные пункты какие-то. Ну вот, например, 5% часовой статки за переходы. Что это такое переходы? Это когда-то по начальному, да, СМС? Нет, не обязательно. Не обязательно. Ну, из одного до кон перегоняется состав в другой. Я почему-то думала, что он был врачом. Ну, да ладно. Получается за это плюс 5% на стоящий состав. За руководством бригады. Это что такое? Что за бригад? Старший мужчина есть на машине. Который собирается в машине стоять. Какой здоровый? Так всё-таки закреплены? Конечно. Вы же говорили, что закреплены. Нет, я имею в виду, своего нет, но просто есть человек, за которым за составом за этим закреплены. У каждого поезда, за каждого поезда, он будет составом за бригады. И здесь старший мужчина. Старший мужчина. И вот эта бригада, это есть? За руководством бригады. За руководством бригады. 10% часовой статус. И за наставничество. 15% доплаты часовой статус. Что такое наставничество? Что в него входит? Наставничество входит как раз в момент, когда в следующем учреждении сритропоезда проходят 2-месячную практику ОЛИКО и 2-месячную практику. Про которую мы говорили немножко раньше. Вот как раз наставник, это тот человек, который производит обучение стажеров. Это уже не просто практика, что никогда нет. Практически. Хорошо. Уровень оплаты труда и стаж. В зависимости от стажа, как он растет. Ну, если вы работаете от 1 до 5 лет, у вас на 2-месячной статус 10%. Как работаете 5-10 лет? Вот я сейчас получала из первой статус. У меня была надбавка 15%. Далее. 10-15 лет на 20% надбавка. 12-20 лет на 25. И 20 лет на уровне очень низко и более. У них уже надбавка плюс 30% с часовой статус. Ну, согласитесь, это такая. Дальше. Годовое вознаграждение. Ну, все понимаете, что такое 12-го зарплаты. Да? Тоже в зависимости от того, чем больше вы работаете, тем больше у вас это ставка. Давайте здесь, если есть вопросы. Да. Смотрите, вам четко, вам четко никто не скажет 100%, какая у вас будет заплата, например, в первую месяц работы или через 20 лет что-то всем будет ставить, да? Потому что это зависит от того, как складывается ваша машина. У машинисты обладание. Я не поверил тормоза, то есть быстро. Я думаю, в чашу есть. Спасибо. Это у кого средняя зарплата? Я от этих часов буду в качестве зарплаты. Допустим, эти 400 рублей в час 10%. Но у вас еще доплата в процентах за вредность. Вот эти как раз начинают за доплату. И все эти проценты прислали с удовлетворенностью. Опять же, сколько ночных смен у вас было в этом месяце? Ну, я вот всегда спрашиваю женистов, какая у них зарплата. И всегда все говорят о разной цифре. В зависимости от того, кто стоит. Суртат? Ну, вот вы в обнимение в поезде какую-то идите, понимаете? Там что написано? 102. Ну, так и есть. Это не менее. Дайте, пожалуйста. Вас интересует самая большая? Да, я слышал, как вам. Да. Второе. У меня технические праздники нарушили. Та, у меня машинисты есть, уже работа с с 1903 года. Время. У меня старшим, муше нет. И мы, естественно, постоянно наезжали, наставили. наставлено постоянно. Время, которое становится, вот, сибульное, но... Держите. Ну, если вы, естественно, придете, когда вы не будете получать с 60 до 50... Я вам больше скажу, в первый месяц работы вы даже 100 не получите. Это надо понимать. Но потом уже вы будете получать... Ну, вот, саду. А там, нормальный, ну, классный, не понятно. Ну, опять же, давайте я вам скажу, у меня уже нет... Меньше 90, он не получал ни разу. 95, 90. Опять же, все зависит в тот линии, по которому он работает. Ну, он столько работает? Он только встал на лодке. А, ну вот, он все даже месяц. Нет, он не месяц, он месяц все работает. Ну, вот оно, где круглый залог. Так нельзя сказать точное, какая-то платная штука. Ну, она складывается. Здравствуйте. Здравствуйте. ПОДПИШИСЬ. Ставка была 1,6 кг, за час. Первый день с работы было 5,4 кг. С 7,6 кг? Да, с 7,6 кг. Вот где-то порядка, да, 75 кг. 73 кг. Это моя первая накладка за мошенничество. Давайте было дыхание по Измайлово и ставка, когда была на сколько-нибудь дня, 90 рублей в час. 36 кг. Вот такая. На каких линиях, да, они сейчас так же работают. Ну, много где поработали. Мы начинали, я вообще начинал на Логереево, потом Измайлово, потом открылась Депа Солнцево, Депа Солнцево. Потом, допустим, Сморевская, рядышком. Сейчас, где-то у вас. Какой-то стоит перестал отракции между другом? То есть, по... У вас не отчасти? Нет. Ну, не знали. Кому-то ближе. Кому-то ближе, кому-то интересно. Новое открытие электродепо, линии, новые составы с открытием. А кто-то привыкает работать на одной линии. 20 лет работать на одной линии. Сложно. Ну, сложно. Ну, сложно и класс перейти. Нет, у нас такая политика, если человек желает перейти. Если мы ближе, то где-то нам интересно. Это его? Да. Понятно. Да. Сейчас, да. Связано ли я с... Ну, с соответствующим высочным рисунком, и ответственностью, и ближе, и расследующим. Ну, ответственность, естественно. Представьте, у нас вес половины тысячи человек спиной. Ну, это при полной загрузке. При полной загрузке, да. Да. Кто может признать, что делать, если будут что-то подправлять. Да. Бывают такие случаи, как вот... Ну, недавно смотрели новости, да, когда в облицкой строительной компании вручились в метро, да? То есть, ну... Единственный, кто может выяснить, пассажир, да, если... Машиниста. И принять правильное решение. Вот все. Что? Ну, штатная система. Ну, если вы реально косячите, то у вас там могут отять 5-10% премии. Ну, 5-10% премии. Значит, вы же еще есть, и не бедите. Так? Нет, 32%, и есть 30%. Ну, 32% МФДФО также закончили. Да. У вас еще премия 32%? Да. Да. Итак, я вижу, вопрос много. Давайте мы все-таки с вами завершим презентацию. Те, у кого вопросы останутся, остаются здесь, а остальные идут в нашу инкурсию. Хорошо? Ену? Пойдем. Ура! Ну, тут нас что? Глядите. Все вагоны метро. Даже монорельс. Любимый Е даже есть. Вот в 2010 году, в детстве, как раз на этой станции, я его видел в первый и последний раз. Я тоже хочу. Это покойный Асан. Старый. Вот всеми любимые легендарные Яуза. Ак. Ак. К сожалению, на параде метро мы его точно больше никогда не увидим. Русич. Номерной шестерка. Ак. Да. Это я не знаю, кто ты. Вот это поле стоял. О! Миттино. А нет, это Славянский бульвар. О! Воробьевы горы. Выстина. Этой платформы больше нету, которая посередине. Так, что-то у нас еще наипрекраснейшее имеется. О! Воробьевы горы. Красиво. Это, похоже, парк Победы. Зябликово. Комсомольское. Красивское. Я на ней какого-то... Партизанское. Это Измаиловское. Но время не будем тратить попросту любую картинами. Так, по-быстренькому. А вот это все схемы московского метро. Все схемы. А вот еще виды проездных билетов. А вот, как раз. Вот эти билеты я не помню. Зато жетоны красивые. Чеки, билеты. Вот это моя была самая любимая карточка. Я на нее гляжу, и как Русич напоминает. Видишь? Мне интересно, почему все так не любят. Русич? Да. А, без понятия. Так. Вот еще московского метрополитена. Ну, тут все как все начиналось. Вот строительство до самого развития. А это, случайно, не этот Серпуховск. А, нет. Это номерной на Каушско-Ришской линии. Просто, думаю, есть тут история про Серпуховск-Темирязевскую линию, которая номерной работала в последний день. У меня на час съемки памяти хватает только. Ничего. Вот еще схемы. Но это уже по ходу всего мира. Ну да, так и есть. Ну, ребята, куда направляемся? Вот Санкт-Петербург. Я вот хочу, когда я буду в Питере, хочу все емы заснять. Все емы. Ходить где попало? Давайте. Не, ну что, рано или поздно найдем. Вот стенд. Вот стенд. Стенд. Посмотрим, чем у нас работники заслужены. О, а это не кепка с бакинским метрополитеном? По-моему, она и есть. Да, это она. Красиво очень. О, конверты, письма. Модельки. Вот такой можно в обычных келосках и прясах накупить. О, булавки. О, глядите. Видите, вот это АК перекрашенная в цвет московского транспорта. Которая так на линии не появилась, я так понимаю. Так и есть. О, смотрите. Тут Некрасовская, Саконческая. Тут все есть. Прям целый прогресс, продвижение. Но это самые новые. Да, но это самые новые. Я не запомнил, куда нам идти. Думаю, что ты из нас запомнил. 300 там какой-то. Ну, в принципе, а в чем суть? Канал Мир 24 здесь. Может это? Наверх? Да. А я не знаю, куда идти. Вот здесь. Ало. Психолог, бухгалтерия. Не, мне психолог не надо. Да. Так, ну куда будем двигаться-то? Давайте наверх. Наверх? Ну, пойдем наверх. Там еще всех остальных найти. И не встретить того, чего им нельзя называть. Походу все испарились просто. А все добежали туда. Ну-ка. А как красиво, мне нравится. Очень сильный запах кофе. Нес-Кофе или Экспрессо? Ладно, пока я буду идти долго, зайду я лучше в этот кабинет. Вы пропустите. Спасибо. Вот что-то Москва. Спасибо. 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 А вот и Дэйна. Спасибо. Продолжение следует... 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 Угу Это мы на Каширскую едем, да? Нет, Заводская А, Завод Мальчик тупик катался, ему вареньку дали Да? Потерк самозон Ничего, как он? Нет, Завод заедем Табличка, наверное, та же самая легендарная Что все и не забыла Тормина Восп degrading Тормина Варень Вот они профессионалы. Держи. Они должны на секунду загораться. Да, и по газу. На время сбора слева. Хороший. Так и едем. Следим за скоростью. Когда будет близко к 80, надо будет подтормозить. А ЭДТ работает? Не очень. Не особо. Попробовать можно. А попробовать можно будет? Конечно. Можно. Ну, ты покажешь. Я пойму твои ошибки. Просто отрасстановлюсь краном. Я проверю, как мы работаем. В Москве. Потом я катался, все было нормально. Мне Гришин сказал, что он тормозит нормально, и потом в конце надо просто кран кинуть. я не могу. Понятно. В смысле? А? В смысле? Что? А, в смысле? В смысле? Чего-чего? Чего? Типа, что... Кацану подтормаживать. А, ну-да. Очко закидывает. Попробуем. 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 На пневматике обожал работать. Только дай волю. Попробуем. Попробуем. А еще съездить перегубки на другие линии. Попробуем. 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 Я все время объездил почти 7 метров. Попробуем. 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 Когда в 2016 году уходил с поездной работы, на тот момент два электродепо оставалось, которых я не был. Водыкин и Планерный. Во всех остальных был, даже успел в Митинах. Вагоны, как раз, две мои самые последние были, которые мы вагоны туда на списание. Там тоже целая наука. П mammothels, которые прaces, которые можно сказать более пож graphene. 날 не переставал. Китай, гамма, пئни наручную полнуюбуку. К tinham звуки окружающего поля с площадью, здесь бежим квер-гл. Пам essentials. Это здесь территория, я так понимаю? Да. Гран B20. У вас есть поле 20? А B2D? 20. Там номер тоже есть, да? Там номер тоже есть. Номер есть там? 2D. Это же территория. Нет. У тебя с первого базарка. У вас Москва обычная, да? Да. Москва обычная. Ребята, у вас Москва обычная? И 20-е. 19-е у нас тут. Ну, всё пролетело. Я тоже. Вообще станцию подошёл. Ну, открывай. Электрику на пневмачку никуда не накладывай. Давай следующий. Так. Теперь уже точно я следующий. Так. Перед нами двое. Да? Ну, заходите. Здравствуйте. 60. Бравый. Ресформатор. А? Понятно. Поехали. У нас открытие только было. Да. А закрытие безразисткой рукой. Нет, нет. У нас всё правый. Всё правый. Раз, два. Три, четыре, пять. Три, шестой. Пойдём. Угу. 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 Баверетская площадка Новохузнецкая площадка. В чем прикол вообще тормозить в тоннелях? Перезапитка втормозная была, в первом была Нет, ну вообще в этом случае в первом так оставляй, вот когда на станции, тогда уже надо будет в седьмой и в втором Я догадываюсь? Нет, 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 нет Ну так видите, если перезапитку выйдешь в тормозном пути, как раз если на станции кто-то прыгнет там Ну на этом-то крайне это не особо, это 334 лучше Клапанный перераз Зарядки Эх, кто дает отмену педалью только кнопкой У нас педалью Ну, чтобы не перепутать Потому что я скажу, что это пошло, когда вот этот самый 81717.5 и М пошли, там был такой интересный момент Если на основном комплекте РС давалось этот самый правый, а на резервном левом, чтобы не перепутать, жали все до отдыха Проверилась Присаживая королева Городная Победа Давай. Кто-нибудь меня засвет на видео, как я управляю поездом? Что из хорошего? Конферсируешь? Я не увидел. А кто? Так, кто может камерой пользоваться видео, просит зацепить. Как управляешь? Да это не сложно, у записи идет только. Так вам, смотри на экран, чтобы четко все было. Поехали. А, сейчас театральная Тверская. Самый короткий перегон. Нормально. По-моему, Тверская театральная. Нет, Тверская Маяковская, покороче будет. Разве? Да. Да? Да. И когда кто поедет в перегон? Ты поедешь. С моим везением только так. Ну, когда-то было, ну, Кузнецкая. Когда-то было это самое, театральная Маяковская. Тверская это уже позже. Точнее, точнее говоря, площадь Свердлого Маяковская была. А потом уже... А потом уже... Потом уже Горьковскую сделали. То есть Тверскую нынешнюю. channels mercado. А потом уже послушаем. Тверская толщина. Тверская железа. Горьковская проблема. Сверху у него Маяковской ведение. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok